Это место для нас светлое. Они выжили, чтобы сделать Россию великой. Редкий, волнительный момент. У памятника детям военных лет от благодарных потомков поселений Свердловский встретились бывшие узники концлагерей. Скорбное возложение цветов в присутствии старших школьников. В апреле весь мир вспоминает день освобождения узников фашистских лагерей. В 93-м году в Щелковском районе более 300 бывших узников объединились в общественную организацию. Сегодня осталось в живых 147 человек. В театрально-концертном центре Щелковский театр на праздновании 25-летия организации чествовали тех, чье детство прошло под прицелом фашистских автоматов. Спасибо вам большое за то, что вы тогда выжили. Спасибо вам большое за то, какую работу вы сейчас ведете. Дай вам Бог сил, здоровья, чтобы вы могли рассказывать. Рассказывать тем простым языком о событиях, которые вы пережили. Это очень многое значит. Что хотелось бы пожелать Щелковской организации. Действительно, и спасибо сказать большое, и пожелать, чтобы вы как можно дольше работали с нашей молодежью и собирались почаще друг с другом. Бывшим узникам глубоко за 80. Спустя 73 года после Великой Отечественной войны о трудном детстве они вспоминают, едва сдерживая слезы. Разве мы можем это забыть? Это же то, что над нами издевались немцы. То, что нас вообще... Мы потеряли отца, я потеряла, бабушку потеряла, дядю потеряла, брата потеряла. Это очень тяжело. Мы были в концлагере. Нас выгоняли, как скотину немцы. Как садок коров. Когда нас оттуда освободили из концлагеря, приехали домой. Было 240 домов деревни. Ни одного дома не осталось. Только печки, трубы от печек бурьяном зарожены. Активным общественникам вручили благодарственные письма администрации района и Международного союза бывших несовершеннолетних узников. Юнормейцы преподнесли всем гостям цветы. Наши узники, несмотря на то, что они находились за стенках и, так сказать, все это на себе испытали, они остались людьми. Несмотря ни на какие условия, обстоятельства, они возрождали нашу Россию, нашу страну. 25 лет отмечает Щуковская организация несовершеннолетних узников фашизма. В этом зале присутствует 60 человек. Эти люди в самом далеком детстве испытали все ужасы фашизма в концлагерях. Они выжили и построили наше государство, Россию. И сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, они продолжают свою патриотическую работу в коллективах и с молодежью. Родную деревню Галины Никулиной под Смоленском сожгли фашисты. Людей погнали в Белоруссию, в концлагерь, на месте деревни Новая Наспа. У мамы было с тремя детишками. Мамины сёстры в Германии, молодые, не замужем ещё были. Всех отправили в Германию. А мы были там год-три месяца, пока нас не освободила наша армия. Если в начале своего пути организация, опираясь на только что вышедший закон, выступала на защите прав несовершеннолетних узников, то сегодня у ветеранов задача другая. Мы сегодня основной своей целью видим – это патриотическое воспитание молодёжи. Несмотря на свой преклонный возраст, наши узники активно проводят патриотическую работу среди учащихся школ. Единственное, что больше всего желают бывшие узники, так это, чтобы трудное детство 40-х больше никогда не повторялось. Михаил Налётов, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щёлково». Спасибо вам.